МЕТТА СУТТА ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ Ангутара Никая 8.1 Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Савадхе, в роще Джетты, в монастыре Анатхапиндики. Там Благословенный обратился к монахам. Монахи. Учитель, ответили те монахи. Благословенный сказал. Монахи, когда освобождение ума доброжелательностью осуществлялось, было развито и взращено, сделано средством передвижения и основанием, выполнено, утверждено, должным образом предпринято, то в результате этого можно ожидать 8 видов пользы. Каких 8? Первое. Практикующий доброжелательность хорошо спит. Второе. Он пробуждается счастливым. Третье. Ему не снятся плохие сны. Четвертое. Он приятен человеческим существам. Пятое. Он приятен нечеловеческим существам. Шестое. Его защищают божества. Седьмое. Ему не причиняют вреда огонь, яд, оружие. Восьмое. Если он не проникнет далее, он направится в мир Брахм. Монахи, когда освобождение ума доброжелательностью осуществилось, было развито и взращено, сделано средством передвижения и основанием, выполнено, утверждено, должным образом предпринято, то в результате этого можно ожидать этих 8 видов пользы. И далее он добавил. Этого хорошим станет он и сострадательный в своем уме ко всем. Он благородный, создает много заслуг. Те царские провидцы покорили землю всю, с огромным множеством ее живых существ. Странствуют здесь и там они, на жертвенник ведут людей и лошадей. И эти выполняют саммапасу, виджапэйю, а также нирогаллу. Одной шестнадцатый не стоит это все хорошо развитого добротой ума, как не сравнится и скопление звезд с одной шестнадцатой сияния луны. Тот, кто не убивает сам, не издает приказов всех, не покоряет сам других, не просит покорять. Тот, кто доброжелательен к живым всем существам, тот неприязни не питает к остальным. Комментарии к сутте Пятое. Он приятен нечеловеческим существам. Имеются в виду невидимые человеческому глазу существа, духи, якхи, божества. На жертвенник ведут людей и лошадей, и эти исполняют саммапасу, виджапэйю, а также нирогаллу. Другие виды – жертвоприношений брахманов.